Пригласим следующую команду. Это Color Hills. Продолжение следует. Добрый вечер всем. У нас такая достаточно интересная и животребещущая тема. Мы решили сконцентрироваться на болезни Альцгейлера и слабоуми. Я думаю, многие знают, что это за проблема. Это одна из болезней, которые нельзя вылечить. Болезнь, которая все больше набирает обороты. И, допустим, в Штатах, в Европе, а также в таких развивающихся странах, как Аргентина и Южная Корея, эту болезнь сейчас называют самой главной. Это болезнь, в которой выделяется достаточно много средств исследования. Это болезнь, в которой никто не знает, как она появляется, никто не знает, как ее лечить. И это единственная одна из немногих болезней, которые, в принципе, не улучшают. Можно только поддерживать человека. И никакая терапия не оказывает достаточно сильного влияния. Ну, в общем, вылечить ее можно только на ранней стадии. Следующий слайд. Да, мы нашли датасет от Вашингтонского университета, который занимается как раз-таки исследованием болезни Альцгейлера. Они анализировали несколько сотен пациентов. И мы нашли некоторые зависимости. Допустим, уровень образования имеет значение. И чем выше был уровень образования, тем с меньшей вероятностью у людей эта болезнь прогрессировала. Также это болезнь касается постановления в основе языка. Однако, по данным Вашингтонского университета, последние 10 лет, 76 лет, снизилась, как порогатая болезнь, до 65 уже. И в течение следующих 20 лет количество больных может увеличиться в 3-4 раза. Это данные, которые Вы смогли бы устроить зависимость по ФРТ. Это, в принципе, пока важно, особенно интересно. Следующая, самая большая наша проблема в том, что мы не смогли найти достаточное количество данных. То есть, вот этот единственный университет, он выкладывает эти данные в общий доступ и больше никто так не делает. И мы решили, что этим надо заняться и предлагаем такой небольшой наш проект. Мы хотим сделать интерактивную маленькую игру, или можно назвать это интерактивным тестом, для медицинских учреждений, для больниц, которые смогут помочь определять вероятность возникновения этой болезни у конкретного человека. То есть, Вы проходите какой-то тест, к примеру, на очень простые математические вычисления, на распространение узоров, на нахождение общих признаков, на какие-то логические задачки, с которыми, собственно, обычный человек справится, а вот люди, у которых уже начинают обидаться проблемы с слабоумием, уже отправляются с трудом. И вот это, в принципе, сейчас единственный метод диагностики, который можно на ранней стадии заметить. Потому как МРТ, он замечательный на поздней стадии, и мы считаем, что это было бы достаточно важно. Машинное учение не занимаем, да? Теоретически мы забираем эти данные, и затем система будет самообучаться и с большей вероятностью практизировать. Ну, возможно, если Вы на самом кататоне, как бы, ну, на самом кататоне Вы, может, научили, не занимались, но, например, эти программы, наверное, надо как-то их, ну, и дальше по-маркому использовать. То есть, у Вас, когда Вы касались проблемы, не чувствуется боли. Достаточно, ну, точнее, как Вы приобрялись это, это точно данный, то есть. Как визуализацию надо теперь легко использовать. Когда Вы принимали трёхский протокол, мы готовили определенное постанование количественное. И делали, по-другому, не на рогрессии, мы не на рогрессии взяли, не на 400 лет, а вот за 100 лет или 75 лет последний. Получили такой, ну, я могу сказать, что это вверх. Только сейчас, что я не встречаю трёхский протокол, ну, значит, дети уже много-давно, жарятся две лет. Например, вот так вот было, как бы, хотя, кстати, там ездили очень какие-то пинки. И, конечно, потому что, если брать за 100 лет, там было видно, что розыгрызг от 2-й оболонки, как бы, ничего такого страшного, ещё в ближайшем будущем не будет, но вот там, когда цель крови. То есть, в общем, мы поигрались с визуализацией так, чтобы всех максимально напугать, как бы, и привлечивая внимание к проблеме. Здесь, в принципе, попробуйте, может, сделать то же самое. Ну, и ещё раз что-то, чтобы рассказали про чьи-то боли, если не хотят заниматься вашим научением. Пока не будет так, что больше не нет. Я могу сказать, что сейчас в мире около 30 миллионов людей болеют этой болезнью, и животные умирают около двух плюс. В принципе, по-моему, достаточно боли, что мало дополнительных. То есть, мы будем читать, читать, про инфографию. Так, они представляют эти инфографии. Ну, извините, то есть, что я уже правильно рассказала, это правда, тоже, я не могу сказать, но и большинство работают на ней. И именно поэтому мы нарушили сайт, выкладывали открытие дань, там есть, ну, вот, там по всех пациентах, там даже много пациентов в записи, по каждому изъедованию, больше, ну, не больше, 10 тысяч рублей, то есть, там, господи, в вашей модели, что это не сразу данные, а в то же время уже не то вязание в виде моряльных пациентов, и можно демократить. Ну, вы правильно все равно подскажете, я могу сказать. Есть такая очень важная проблема с этой болезнью. Вы хотите летать на ранней стадии? На ранней стадии, да, потому что исследования показывают, что усиленные технические нагрузки, эмоциональные нагрузки и правильное питание могут помочь подселить, что-то, в этой моменте. То есть, профилактика, она необходима. Ну, в старшем возрасте. Да, ну, внести, конечно, вручают проблемы. Есть очень много данных больных людей, есть очень много данных здоровых людей. Но, в общем, это те больные, кто только уже диагностировал. На человек, сынах, это заметно. Я, когда жалобовина, тренерам, очень мало данных людей, которые болеют на ранней стадии. То есть, вы как-то задумались над этим, по-моему, по-моему? Вот, для чиновников вы использовали наш оперативный тест, он вылежал просто на сайте на какой-то учреждения, люди бы на него заходили, и там был какой-то, ну, такой, заголовок, да, проверьте, есть ли у вас предрасположенность болезни отдельно. Мы высыпали много данных людей, затем, если предрасположенность достаточно высокая, ну, в этот сайт, вы иногда будете идти на полноценное обследование в этом учреждении. И в таком случае у нас были бы уже данные вот и про оборудование, и про оборудование, ну, как вы сказали. А как вы планируете для начальной этапе обучаться? Как вы не организовать данные, для чего-то и ничего, для начальной оборудования? Возможно, там уже, мы начали с детьми, с которыми мы будем планировать оборудование. Ну, подумайте, на полноценном, потом все. Спасибо. Да, у меня есть интересный ходок, который может вас доходить, только будто что-то может выявить на кице. Это, наверное, особо отъявление, с эссоциологича. Спасибо. Спасибо, Herr.